МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Василий Машков был не только маститым искусствоведом, но и заядлым болельщиком. И потому спешил. Скоро начинался матч Днепра со Спартаком. А на стадион Василий Лукич опаздывал. Дорогу резал, шел через дворы. А чтоб тебя, гаденыш! Ты что, гараж не захотел поджечь? Вот я тебе уши-то надеру! Что это? Пацан! Пацан, вернись! Сто грамм золота и платины, эмалевый мальтийский крест, драгоценные камни общим весом 20 карат. Все вместе медальон императора России Павла, дар рыцарей мальтийского ордена. Вещь бесценная. Вот последняя довоенная фотография реликвии в экспозиции Харьковского музея. Осенью 41-го года следы этой бесценной вещи, как и ряда других экспонатов, оборвались. А вот это свинцовая отливка, которую нашел тем вечером искусствовед Машков. Старик мог бы пройти мимо, но остановился и присмотрелся к находке. Этим, сам того не ведая, помог в сложнейшем расследовании сразу нескольких убийств. Когда речь идет о шедевре такого масштаба, ставки велики. Впрочем, сначала сыщикам предстояло узнать, откуда взялась у обычного мальчика точная копия медальона. Нашли воскресенье, а пришли только сейчас. Дела всякие. Понятно. А где гарантия, что слепок с оригинала? Мало ли, Крестов. Это же уникальная вещь. Совпадение полное. Детали, габариты, все. Руку даю. Отливку делали с медальона Павла. А сколько он может стоить? На Западе не меньше миллиона. А у нас? Тут эту вещь не продать. Разве что как лом. Медальон ищут с августа 43-го. Как Харьков освободили. Не знаю мы, как у нас ищут. А? Ничего. Говорю, музеи у нас богатые были. В СССР до войны было около тысячи музеев. Половина из них оказалась на оккупированной территории. В Германию вывезли около полутора миллионов произведений искусства. 200 тысяч археологических раритетов. Иконы, книги. Всего на 432 миллиарда рублей. Это более двух годовых бюджетов СССР на момент начала войны. После украденные ценности на территории Германии искали специальные группы союзных войск и советские трофейные бригады. Одна из самых масштабных находок принадлежит американцам. 100 тонн золота. Несколько миллионов долларов картины Рафаэля и Рембрандта. Это, конечно, все увлекательно. Но, если нет пострадавшего, я не имею права начать расследование. Да вам и делать ничего не надо. Я и адрес, и фамилию этого пацаненка нашел. Шверк его фамилия. Дмитрий Андреевич, у нас два трупа. Криминалисты уже на месте, нужно ехать. Извините. Вот. Василий Лукич, в другой раз. Надо ехать. Здравствуй. Здравствуйте. Ну что, рассказывай. Ну что, машину нашел грибник. Пойдемте. Женщине приблизительно лет 35-40. Мальчику около десяти. Есть колотые раны, но не летальные. Смерть от асфиксии. Следов удушения нет. Предположительно, жертвы задохнулись. Руки-ноги связаны бечевкой. Личности установили? Есть ученический билет. Некий Олег Шверк. Что? А что вы возбудились тогда? А мне о нем час назад искусствовед рассказывал. Шверкалек, шверкалек. Надо съездить по месту жительства. Может совпадение. Хотя чует мое сердце. А где человек, который тела обнаружил? Здравствуйте. Не поздно для грибов-то? Да что вы, самое время. Что, рассказывайте. Ну, иду такой по лесу. Лежу, огонь. Я туда. А там мужик, он с факелом стоит. Меня увидел, застыл такой, как вкопанный. А я ему, что говорю, с огнем балуешь. А он, ход он, тот сосновник. А машина бензином облита. Сжечь хотел. Ну да, вон и факел, и канистра. А вы его разглядеть успели? Помирать буду, не забуду. Среднего роста, лет 60. Еще усы такие. Хорошо. Я попрошу вас проехать с нами в Днепропетровск. Для составления фоторобота. Ладно. Информация по машине есть? Машина числится в угоне. Заявление подали еще утром. Водитель, некий Родион Павлюк. Оказался в больнице. Черепно-мозговая. На него напали? Похоже на то. Деталей мы не знаем, так как он без сознания. В управление нужно звонить. Извините, там товарищ вам машет. Похоже, нашел что-то. Спасибо. Вот, фуражка таксиста. Обнаружен отпечаток большого пальца. Вот, кровавый след. Угу. Когда одевал, вот так взял. Но это еще не все. Обнаружены волокна ткани. Видимо, жестко пробирался. Угу. РП. Родион Павлюк. Угу. Так, это все на экспертизу. Таксист без сознания. Едем к шверкам. Угу. Оперативники узнали больше о жертвах. Мать-одиночка Ирина работала товароведом в ЦУМе. Ее муж, отец Олега, инженер Южмаша, умер 8 лет назад. Мальчик рос проблемным, вороватым, любил приврать при случае. Друзей у него не было. Сыщики приехали к шверкам на Челюскино-4, ближе к полуночи. Поднявшись в квартиру шверков, они обнаружили неприятный сюрприз. Сходи, опроси соседей, кто ходил, кого видели. Пошли, чуют мое сердце. Будет у тебя много сегодня работы. Дмитрий Андреевич. Да-да. Можно вас? Книги разбросаны. В ящиках основательно порылись. Здесь был обыск. Угу. Далее. На ножке стула в зацепах. Волокна бечевки. Угу. Но это еще не все. На полу слюды затертой крови. Ее было много. Есть и отпечатки пальцев. Угу. Проходите. Жень, на работу убитые звонили? Звонили. 29-го она звонила директору. Взяла отпуск за свой счет. Свозит сына в Гагры. Угу. Дали туда запрос по санаториям. Ждем. Угу. А это кто? Соседка. Жанна Ивановна, расскажите товарищу, что слышали, видели? Ну, в квартире последнее время было тихо. А 29-го работал телевизор. В 30-го были какие-то звуки, но хозяев квартиры я не видела. А вот мужчину запомнила. Вы не подумайте ничего. Здесь планировка такая, окно в окно выходит. Как выглядел мужчина, сколько ему лет? Ну, я думаю, лет за 60. Такой стройный, подтянутый. Угу. С усами? Точно. А как вы узнали? Он вот здесь вот стоял. А потом как меня увидел? Вот так вот. Следователь Веселков предложил свидетельнице наутро ознакомиться с фотороботом подозреваемого, составленным по словам Грибника. Дмитрий Андреевич, на кухне в мусорном ведре обрезки лука. Какого лука? И чем здесь лук? Обрезки свежие. А хозяева в отъезде. Значит, кушал наш усатый мужик. А теперь самое вкусненькое. Пойдемте. У входной двери Колкин обнаружил важный вещдок. Вот. Спичка. Это не просто спичка. Видите следы краски на ней? Угу. С почтового ящика квартиры Шверков торчал уголок открытки. Скоро ж ноябрьские, мало ли. Может, кто из родственников решил поздравить? Света, с годовщиной октября. Успехов в труде и личной жизни. Штемпеля нет. Отпечатки пальцев, если будут. И по образцу почерка. Может, что нароете. Хорошо. Эта открытка тоже вещдок. Классический воровской маячок. Ее положили в ящик так, чтобы был виден краешек. Если открытку достали, значит, забрали почту и хозяева квартиры дома. На поверхности открытки остался четкий отпечаток пальца. Его проверили по базам. То же самое проделали и с почерком. Две экспертизы показали одинаковый результат. Открытку подписал матерый домушник Анатолий Скотаренко по кличке Скотт. А на кладбище все спокойненько. Здравствуйте, Анатолий Платоныч. Чертки накачали. Утро в хату, граждане начальники. Стряслось, что? Вопросы к вам имеются. У Скотаренко не было усов. Следователь помнил об этой примете и не исключал, уголовник мог действовать не один. Спичка крашеная. Открытка. Печенье под ковриком. Маячок. Какой маячок, начальник? Подстава это какая-то, разводняк. Не мое это. Как воли не веду. Век не век, а лет 15 точно. Что ты хочешь? Я следователь прокуратуры. Мне квартирные кражи по статусу не интересны. А убийство другое дело. Какое убийство, начальник? Что вы мне сьют? Так, хватит комедию ломать. Говори, кого первым убил, маму или мальчика? Да не убивал я, никого не заходил я в хату. Тебя соседка видела. Ты там был и последним видел шверков живыми. Но! Ну, ну, был я там. Горошек киса стиснула, кадык. Больше-то только утром, как от прачки. Скотаренко поставил маячки и начал слежку. Сутки наблюдений не дали ничего. Вор решил, пора вскрывать замки. Отправился на дело. Но внезапно почуял, в квартире кто-то есть. Кто-то притаился у самой двери. Добрый вечер. Я по объявлению, собачка не у вас продается, щеночек. Извините, что так поздно. Больно внучка-то просила. В багажнике такси, оставленного в лесу, обнаружены два трупа. Молодая женщина и ребенок умерли от асфиксии. На месте преступления найден ученический билет на имя Олега Шверка. Незадолго до страшной находки к следователю приходил искусствовед Василий Машков. Он рассказал, как застал Олега, который пытался отлить свинцовую копию Мальтийского креста. Уникальную вещь. В квартире Шверков сыщики обнаружили следы крови, беспорядок и условные знаки, при помощи которых воры сообщают подельникам, что в доме никого нет. Соседка из своего окна видела в квартире Шверков неизвестного пожилого мужчину с усами. Цибин адрес дал. Какой Цибин? Яков Цибин, директор универмага. Мы с ним с первого класса за одной партой сидели. Ну, после зоны он меня поднял, он работу дал. Он коллекционирует там тацки всякие, антиквар, что-то такое. Хата, сказал, пустая неделя будет стоять. Фу, медальон там надо было взять. Крест какой-то. Перед допросом Цибина сыщики опросили коллег Ирины Шверк. Во-первых, выяснилось, что ни в какой санатории в Гаграх она не собиралась и об этом не упоминала. Во-вторых, про форк Яна Скичко вспомнила, что незадолго до исчезновения Шверк приносила на работу какое-то старинное украшение, вроде бы от прабабушки. Пыталась выяснить его стоимость. Скичко показали свинцовую отливку медальона. Она узнала его без колебаний и добавила, помог оценить вещичку директор ЦУМа. Вернувшись, я доложил Цыпину ЯИ о том, что обокрась квартиру не получилось. Цыпин расстроился. Директор ЦУМа Яков Цыпин все показания своего школьного друга отрицал. Не знаю. Ворон, может, и хороший, только вот с*** редкая. Значит, квартиру Шверк вы не заказывали? Ой, я вас умоляю. Что я там не видел? Ковьер на стене, чья хрусталь. Не смешите людей, они меня знают. И оно потом мне надо, чтобы лезть до нее на квартиру. Как насчет золотого медальона? Крест мальтийский, подарок Павлу Первому. Она вам его не показывала? Вы не хотели его у нее купить? Не. Не. Ця все-таки была, да. Она ее показала. Но цену. Она такое написала, что мама плачет. Да, конечно. Молодой человек. Вы себе уже нарисовали. Цыпин, старый дурак, барыга. Решил ограбить даму. А статус? Я антиквар. Коллекционер. И живу в рамках закона. Антиквар. Наводку вору не давали. Медальон в руках не держали. Вы еще скажите, что шверк не знаете. Шверк знаю. Она у меня работает. Медальон видел, да. А все остальное не я. Ничего не знаю. Не видел. И потом. Имею интерес. С вами сейчас поехать к себе на домой. Шукайте. Шукайте. А то я ваших знаю. Судьи, прокуроры, постановление. Я директор ЦУМа. Это вам не быстро. Как раз наоборот. Учитывая обстоятельства дела и исключительную ценность медальона... Прошу. Что мы тогда сидим? Поехали. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Веселкова слушаю. Водитель такси Павлюк пришел в сознание. Да. Да. Выезжаем. Спасибо. Сыщики встретились с Родионом Павлюком в отделении неотложной помощи. Как сказали врачи, травма оказалась не столь значительной, как предполагали изначально. Надеюсь, память-то не отшибла, как у доцента. Помните, что произошло? Чего же не помните? Помню. Таксист рассказал, 30 октября рано утром его тормознул на Карла Маркса пожилой мужчина. Плюхнулся на заднее, все нормально, ехали, общались. А на светофоре остановились. Он мне как бац! По голове. Очнулся уже здесь. Да вот и вся история. Этот? Этот. Да я только вот главное понять не могу. Зачем? Деньги? Так у меня выручки еще не было. А мои он не взял. Так значит, ничего не пропало? Ну как? Ничего. У меня в машине на торпеде я зажигалку оставил, зипа. Батя с войны притащил. Это в память о встрече на Эльбе. Мужики, ну, найдете, верните, а? Ну, она такая желтая, с такими квадратными цифрами. 69. Это номер дивизии американская. Ну, сначала мы вашего пассажира найдем, а вы выздоравливайте. Спасибо. Спасибо. Женя, ты сейчас дуй к Цыпину, переверни там все вверх дном, потом обратно ко мне, а я тебе эксперта пришлю. Угу. Обыск в квартире Цыпина ничего не дал. Возможно, для АБХСС сокровища директора ЦУМа и представляли интерес, но мальтийского медальона там не было. С экспертизами было куда интереснее. Отпечаток пальца на козырьке фуражки таксиста совпал с найденным в квартире Шверков. Оттуда же была и веревка. Эксперты идентифицировали волокна. Белые и голубые нити на уровне груди. Одинаковые по составу, материал и разный цвет. Эксперты предположили, что они были выдраны из десантной тельняшки, форменной одежды ВДВ. Именно из десантной, а не из флотской. ВМФ носили темно-синюю тельняшку. Здесь выводы экспертов были единодушны. Вокруг еще одного вещдока, найденного в мусорном ведре в квартире Шверков, в группе Веселкова разгорелся ожесточенный спор. Дмитрий Андреевич, я же говорил вам, что в ведре был настоящий ялкинский лук. А бывает не настоящий. Представьте, бывает. Обычный лук подкрашивают марганцовкой. Ялкинский-то дороже. Вот и подделывают. Найденный в квартире убитых лук растет лишь в нескольких селах в районе Ялты. Оползневом, Пушкино, Малом Маяке и Запрудном. Так что наш убийца оттуда. Ну, знаешь, он мог и по дороге его купить. На трассе этого лука валом. Шверки могли из Крыма привезти. Они там в июле были. Вот. В том-то и дело. А ялтинский лук хранится всего лишь три месяца. Потом либо гниет, либо прорастает. А этот свежий. Ну и что? Мог кто-то в октябре ехать в Днепропетровске и купил по дороге. Опять вынужден с вами не согласиться. Вероятнее всего, это домашние запасы из погреба. Вот, смотрите. На корнях лука обнаружены следы почвы. А немытый лук на продажу не выставляют. Ну и что будем делать? Ты же сам понимаешь, что этот твой лук не вещдок. Так, слезы. А что нам остается? Будем копать дальше. Ялтинский лук домашний из погреба наталкивал сыщиков на предположение о том, что убийца проживает в районе Ялты. Кроме того, опираясь на показания свидетелей, фоторобот и возможный факт службы ВДВ, Дмитрий Веселков составил запрос в военкоматы Крыма. Мужчине было около 60. Наверняка он числился в списках военнообязанных, а кроме того, в списке ветеранов войны. Несколько дней ушло на уточнение информации. Затем из-за Луштинского районного военкомата пришел список мужчин подходящего возраста, служивших в ВДВ. Вторым в списке из четырех человек был Иван Захаров из Запрудного. Его фото было очень похоже на фоторобот-убийцы. Значит, Ивана Ильича дома нет? Нет, папа вышел. А что случилось-то? Просто проверяем одну информацию. А вы не могли бы показать нам его комнату? Нет, вы что, он туда никого не пускает. Вчера внучка его любимая в прятки играла там. Залезла в шкаф, что-то там сломала ему. Так нам всем досталось, так кричал, так вы уже дождитесь его. Я вам сейчас чайку сделаю, хорошо? Вот пепельница, зажигалка, курите. Квадратные цифры, это он. А куда вы говорите, он пошел? Так сегодня день приема бутылок от шампанского, их редко принимают. Так он собрал их в рюкзак и пошел. А, да, а потом он еще хотел с другом встретиться. Однополчанин его нашел. Представляете, они с войной не виделись. А где вы сейчас принимаете стеклотару? Так на Фрунзенском на объездной пункт приема при магазине сок и воду. Ты здесь, Уть, вызывай подмогу. А я с коллегами съезжу, сока попью. Угу. Спасибо. Приветствую, Игорь Петрович. Здравствуйте, Игорь Петрович. Приветствую. По нашей информации, этот человек сегодня должен был быть у вас. Игорь Петрович. 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 Что будет сказано товарищу сержанту в день милиции на носу. Но они шмонают алкашей. Семенович. На праздник зарабатывают. Попридержи язык. А то в мелишь тут всякое притоварищи. Это что? Я помочь. В кино они пошли бухать. Темно, тепло, и мухи не кусают. Рядышком живет как раз ударник. Клуб с кинопоказом. Понятно. Спасибо. Хмара, пошли. Билетерша кинотеатра подтвердила. Мужчины взяли билеты на последний ряд. Из зала не выходили. Веселков решил осторожно проникнуть в зал под видом запоздавшего зрителя. Сдал, падла. Это о чем? Ай! Стоять, стоять, стоять. Спокойно пистолет опустил. Не дурь, отпусти женщину. Надо поговорить. Наговорился уже с вашим братом. Где там второй? В зал зашел второй. Пистолет опустили и прокуда освободили. А то я мозги и вышибу. Не стреляй. Скорость сюда, быстро! Да какая скорая? Наповал их! Убитым оказался Степан Павлович Шептун, ранее судимый из числа лесных братьев, которых советская власть считала пособниками фашистов. Шептун попался в Литве в 49-м, получил 20 лет, вышел немногим раньше по амнистии. Последние полгода работал в порту Евпатории. У Шептуна во внутреннем кармане сыщики обнаружили сверток, а в нем вот этот. Тот самый мальтийский медальон-мощевик. А вот находки из дома Шептуна в Евпатории. Американские доллары, навигационные карты, приборы в отдельном мешочке, старинные вещи, жемчужная панагея 17-го века, перстень с изумрудом, алмазная диадема. Все эти вещи из числа пропавших в 41-м году предметов экспозиции Харьковского музея. Свет на тайну исчезнувших шедевров мог пролить Захаров. Врачи боролись за его жизнь. Шептун, мой старый подельник, в октябре 41-го встретились. Меня, свежеиспеченного офицера, десантника, определили состав конвоя. Приказали вывезти из Харькова несколько ящиков с музейными ценностями. Странное дело. Ведь по инструкции этим должно заниматься совсем другое ведомство. Какие инструкции? Немец! Немец на пятки наступал. Да и мы не знали, что в ящиках, пока юнкерсы не налетели. Колонну разбомбили немцы. Захаров и Шептун остались единственными, кто был относительно цел и мог идти. Вокруг хат. Кишки в пелемешку с жемчугом. Стоны, крик. Шептун как увидел, что мы везем, так сразу с катушки и слетел. Захаров и Шептун собрали уцелевшие ценности в один ящик. Добили раненых бойцов. Договорились вместе закопать сокровища, переждать, пока все не успокоится, а потом вернуться и выкопать. А потом пошли кровью повязанные. В багажнике такси, оставленного в лесу, обнаружены два трупа. Молодая женщина и ребенок умерли от асфиксии. На месте преступления найден ученический билет на имя Олега Шверка. Незадолго до страшной находки к следователю приходил искусствовед Василий Машков. Он рассказал, как застал Олега, который пытался отлить свинцовую копию Мальтийского креста. Уникальную вещь. Соседи Шверков не видели мать и сына уже несколько дней. Сыщики выходят на Ивана Захарова, ветерана войны, который в 41-м году во время отступления советской армии из Харькова похитил музейные ценности, приготовленные для эвакуации. Ну, ящик, конечно, спрятали. Потом мы несколько дней пробирались на восток. А потом из-за раны Шептуна остались в одном из села Харьковщины. А потом немцы появились. Я пошел за дровами и видел, как его взяли и повели. Ну, и подумал, вот и все, один я. Когда к тайнику вернулись? В 46-м после дембеля все на месте. Мы содержимые ящика накрепко запомнили. Ну, вот и подумал, раз все на месте, значит, кореш пропал. Из-за болезни легких Захаров перебрался в Крым, работал в совхозе, помогал растить внучку. Ничто не предвещало беды, пока в один из дней не появился Шептун. Ну, здоров, десантура! Ты? Знал? Я думал, я думал, что тебя! Давай, садись, 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 садись. У нас тут в Крыму такие вины. Это да! Это да! Дочка дома? А ты откуда про нее узнал? Да я все знаю, все помню. Ну, давай, давай, рассказывай! Шептун рассказал, что попал в плен, чтобы не умереть в лагере, согласился работать на немцев, служил в полиции. В 44-м прибился к отряду лесных братьев. После войны его поймали и осудили на 20 лет. Да это ничего. Узнали бы про наш конвой вышка. Оленька. Здравствуйте. Здравствуйте. Иди Степа. Мы с папой воевали. Да? Да. Я про его геройство такое могу рассказать? Щай, щай. Пап, а что вы без закуски? Давай я что-нибудь принесу, да? Давай, доча, давай, давай, давай. Да ты успокойся. О! О! Огурчики. Давай, давай, доча. Звучок. Наш крымский. Ага. Сейчас еще картошечку, хорошо? Давай, давай, доча, давай. Ну, давай. Давай. Горячая картошечка. О! Картошечка. Лучше расскажите, как вам папу удалось найти? О! Это целая история. Шептун нашел Захарова через красную звезду. Дескать, ищу офицера-десантника такой-то части, спасшего меня от немцев. Затем уточнил информацию через местную ветеранскую организацию. Поиск занял несколько лет. Еще пару месяцев Шептун следил за старым подельником. Когда встретился, потребовал свою долю. Жемчужную панагию, диадему, все, что было найдено в его доме и мальтийский медальон. Все вещи компактные, с большим количеством драгоценных металлов и камней. Шептун до войны прошел девятимесячную подготовку в летной школе. Планировал угнать самолет и улететь в Турцию. После того, как Шептун потребовал свою долю, Захаров при первой возможности заглянул в тайник и пришел в ужас. Медальона не было. Сначала мужчина впал в панику, потом присмотрелся внимательнее к деталям. На газете, постеленной на полке комода, виднелся след детской обуви. Дашка! Что ж ты наделала? Мне нужно капельницу поменять. Внучка моя, Дашка, в прятки играла, но и схоронилась в шкафу. Там и нашла тайник. И как вообще медальон оказался у Шверка в Днепропетровске? Так она же с этим пацаном Шверком играла то в прятки, то в принцев. Вот и взяла побрякушку. Принцессу изображала. А откуда шверки у вас появились? В отпуск приехали. Летнюю кухню им вставал. И мальчишка по привычке решил красивую вещицу стырить. Так вот как оказался медальон у Шверков. Я отдал по денегу все, что было и попросил подождать. Чтоб заст заст и встал. А потом согласился. Сказал две недели, а иначе семье не жить. И вы решили убить другую семью, только б не вашу? Да не хотел я их убивать. Никогда. Я думал, миром все выйдет, но не получился. Захаров знал, из какого города приехали Шверки и даже помнил улицу. Когда селил семью, смотрел в паспорт Ирины. Дворовые мальчишки помогли найти ему точный адрес. Держи. Слушайте, пацаны, они, знаете, вот такого пацаненка, такого вот росточка, волосы такие светлые, прямые, глаза большие и ресницы такие. Такой только Олежка Шверк. Точно, точно Шверк Олег. А где мне его найти? После того, как Захаров проник в квартиру Шверков, он привязал мальчика к стулу и заклеил ему рот. Быстро обыскал комнаты. Я сейчас, сниму пластырь, а ты обещаешь не кричать. Хорошо? Угу. Иди медальон, который ты украл у моей внучки. Я не знаю, честно, я пионер сказал. Врешь? Нет, нет, дяденька. Врешь, я сказал. Он у мамы точно, а мама на работе. это она. Боже, сынок, что произошло? Я заставил Иру позвонить на работу и взять отпуск за свой счет и написать записку. Мол, Зина, отдай ему, что в моем столе. Я потом расскажу. Зачем? Потянуть время? Ну да. Если бы у меня вышел трюк с машиной, вы бы их долго искали, как пропавших. Как убили? Убить ножом Захаров не решился. Вообще, долго не мог сделать последний шаг. Потом воспользовался пакетами, надел их на головы жертв, подождал, пока пройдут конвульсии, начал готовить эвакуацию. У меня машины своей нет. Угонять не умею. Значит, такси поймал одного. Вижу, удача. Парень на смену только заступил, значит, долго искать не будут. И вы попытались убить его? Оглушить. А что, он мертв? Нет. Ну, это хорошо. Я не убийца, я только защищался. Ну, потом этих в багажник и поехал. Как медальон забирали? Ну, мне пришлось поехать в ЦУМ. Показал записку и спокойно забрал пакет с медальоном. Так ведь риск. У меня-то дружков не было. А потом, если выискали, так что? Надвинул фуражку и всех делов. А потом выехал в лес, думал, поджечь машину. Так не судьба. Засекли. Ну, я ее деру. И домой. Мальтийский крест вновь был в руках Захарова. Он спокойно вернулся в Крым и, как и договаривались, вышел на связь с Шептуном. Условились встретиться после праздников. Шептун выбрал место встречи клуб «Ударник». Веселков подозревал, что неспроста. Темное и немноголюдное место прекрасно подходило Шептуном для того, чтобы забрать ценности и избавиться от Захарова. Опасный свидетель ему был не нужен. В конце концов, почти так и вышло. От полученного ранения Захаров умер в больнице, не дожив до суда. Где прячет остальные ценности, так и не сказал. В 90-м году его внучка стюардесса круизного лайнера сбежала с корабля и попросила политического убежища в Италии. А в 93-м побывала в Крыму вновь, после чего внезапно разбогатела и сейчас содержит гостиницу и сеть кафе в Риме. Продолжение следует...